Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина и мой канал «Счастье и успех для всех». Добро пожаловать! Я, как всегда, рада вас видеть. Но вы знаете, что мой канал посвящен тому, как быть успешным. Все по поводу успеха. Я вижу, что на YouTube уже 367 видео обо всем, обо всем, как нужно быть красивым, как нужно строить свой бизнес, абсолютно, абсолютно обо всем. Но сегодня я хочу поговорить о причинах неудач, потому что неудачи случаются, происходят, и я хочу систематизировать и понять, что мы делаем неправильно, когда у нас что-то пошло не так, когда мы не преуспели в чем-то, какие были на этом пути ошибки сделаны. Итак, есть три причины неудач. Какие это три причины? Это неправильно выбранная тактика, неправильно выбранная стратегия и неправильно выбранное видение, цель нашей жизни или вообще, по-моему, ее отсутствие. Самое главное, самое важное в жизни, самое трудное, это определить момент, а когда нужно что-то поменять, выбрали мы такую-то тактику, выбрали такую-то стратегию или видение, а когда наступает момент, что нужно что-то взять и поменять, изменить свое направление, изменить свои действия. Это очень сложно. В этом мы сейчас попробуем разобраться и сказать, что нужно делать, чтобы это произошло. Итак, в жизни все, что мы достигаем и, наверное, очень-очень важное для нас, это упорство, это взять какое-то направление, какую-то задачу и добиваться этой задачи. Это очень-очень важно. Но если кто-то вам даст совет, что вы должны никогда не сворачивать пути, который вы выбрали, если вы должны что-то начать делать и бить, и бить это до конца, то это будет очень плохой совет, потому что в жизни мы должны быть очень гибкими. Все вокруг меняется, и мы должны быть как упорными одновременно, так и во всем сомневаться. Это эти два качества, которые делают людей успешными и которые помогут нам не делать таких грубых ошибок в жизни, как потерянное время, потерянные ресурсы, потерянные усилия. Как здесь балансировать и что для этого нужно сделать? Все очень успешные люди, просто успешные люди, они никогда не делают одно и то же бесконечно, если уже видят, что это одно и то же, не приводит их к той видению, к той цели, которую они себе выбрали, которую они хотели бы достичь. Они всегда бросают делать то, что делали, продают эти акции, продают эти бизнесы, или просто их оставляют и начинают что-то новое. Это они делают постоянно, и нам с вами тоже научиться надо это делать. Только как? Как научиться? Есть три, как я сказала, три причины, три момента, как это научиться. Это правильно выбранная тактика, правильно выбранная стратегия и видение. Итак, начнем с тактики. Что такое тактика? Тактика – это что именно мы делаем. Что именно мы делаем в том, вот есть у нас цель, видение, а именно что мы делаем каждый день, чтобы вот это и есть наша тактика, чем мы это достигаем. Причем эти ошибки, эти неудачи, как я сказала, могут быть абсолютно во всем. Это касается бизнеса, это касается карьеры, это касается воспитания детей, это касается личных отношений с нашими близкими, с нашими партнерами, с нашими возлюбленными. Это касается абсолютно всего. Это такая общая тенденция, как мы что-то делаем. Вы можете дарить своей жене розу один раз в месяц на 8 марта и думать, что она за это будет любить целый год. Это ваша тактика. Вы рассчитываете, что этого достаточно, сделать ей комплимент один раз в жизни и сказать ей, что вы ее любите, и она будет это помнить всю жизнь. Но вы будете видеть, что эта тактика не работает, делать именно так, что может быть нужно ей дарить розу каждый день и говорить ей, я люблю тебя каждый день, и это будет лучшая тактика. Тактика это, что мы делаем. В бизнесе точно так же, что мы делаем каждый день для того, чтобы наш бизнес процветал и работал. Что мы делаем на своей работе в карьере каждый день, что мы делаем в воспитании детей каждый день, это наша тактика. Что нужно делать, чтобы не делать ошибок в тактике, как за этим следить. Ну, во-первых, надо себе признаться в том, что тактика это не какая-то одна вещь, которую вы выбрали и ведете ее всю жизнь. Это стиль жизни, ее постоянно менять и постоянно ее улучшать. А как, что для этого нужно делать? Первое, нам необходимо все записывать. Все, что важно для нас, мы должны записывать. Например, я в бизнесе по недвижимости. Я решила выбрать тактику своего бизнеса. Как, например, я, ну, например, хожу по домам, стучусь в дверь и говорю, здравствуйте, не хотите ли вы продать ваш дом? Это моя тактика. Я могу звонить людям, делать холодные звонки и говорить, здравствуйте, это Татьяна Конкина, вы не хотите продать ваш дом? Это моя тактика. Я могу им посылать e-mails и работать только со своими друзьями, со своими бывшими клиентами? Это моя тактика. Или я могу давать объявления в газету? Итак, для меня очень важно все записать, что я делаю. И второе, что очень важно, просчитать, что принесло мне результат. Итак, первое, что мы делаем в тактике, мы записываем все, что мы делаем. Если это ваша любовь, введите дневник и пишите в дневнике, так вам проще будет понять, а что на самом деле вообще происходит в ваших отношениях, потому что иначе вы не будете помнить, иначе вы будете помнить, забывать, не видеть то, что на самом деле происходит, и вы никогда не увидите, это вообще ваша тактика работает или нет. Какую вы ее выбрали? Если вы хотите встретить какого-то парня, какую вы выбрали для этого тактику? Быть хорошенькой, красивой, или быть умной, или быть очень начитанной. Какую тактику выбрали? И что для вас работает, и что не работает? Вы все записываете. Второе, что мы делаем совершенно важное и необходимое, это мы подсчитываем результат. Мы видим, хорошо, я прошла по улице и постучала в 100 дверей. Сколько я получила с этого бизнеса? Я сделала 100 звонков холодных. Сколько я с этого получила бизнеса? Я сделала партию для своих друзей и клиентов. Сколько я получила с этого бизнеса? То есть мы все подсчитываем. В бизнесе мы подсчитываем это каждый день, но мы подсчитываем это и везде. Если мы занимаемся своим ребенком, воспитанием ребенка, мы смотрим, это я сделала, я решила такую тактику выбрать, я ее записала, я увидела результат, стал ли мой ребенок более заинтересованным к учебе, стал ли он послушнее, стал ли он аккуратнее. То есть подсчет результатов совершенно необходим. И третье, что очень важно сделать и необходимо для себя, это все это проанализировать постоянно и менять. Анализировать и менять. Смотреть, что работает, что не работает, что имело результат, что и не имело результат. Все, что для нас с вами важно, должно подсчитываться, записываться и анализироваться. Тогда это будет работать. Потому что у нас с вами обязательно в голове есть какая-то конечная цель, которую мы хотим достичь. Или выйти замуж за миллионера, или воспитать хороших детей, или развить хороший бизнес, или построить хорошую карьеру, или, например, просто построить себе хорошее тело, работать над собой. Точно так же. Мы же ведь записываем, мы же понимаем, мы же замеряем результаты. И нам нужны результаты не одноразовые во всем. Нам нужны результаты, которые повторяются постоянно, 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 постоянно улучшаются. Итак, помните, что улучшать свою тактику нужно, и это должно быть стилем жизни. Это должно быть всегда. Вы делаете все лучше, лучше и лучше. Это тактика. В следующем видео я поговорю о том, что нам необходимо делать, чтобы избежать ошибок в стратегии. Так что всего вам самого хорошего. С вами была Татьяна Конкина. До свидания. Ждите мое следующее видео. Пока-пока.